всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу вам показать одно очень классное блюдо правда для меня но классным стало буквально вот совсем недавно как вы уже поняли из названия ролика речь пойдет о крокетах в испании их называют иногда в бунуэллос пончики очень часто их подают в разных топи сериях ну закусочных где тапосами испанскими торгуют бутербродики всякие на тарелочках маленькие порцайки но уже видели наверное так вот чаще всего эти самые крокет или как там называют бунуэллосы в этих топи сериях представляют из себя какую-то такую неясного происхождение и вкуса и консистенции такую ерунду но относительно недавно в одной топе серии попробовал и я вам доложу сразу начал шерстить источники и у одного испанского шефа нашел некоторые тонкости опробовал слушайте это надо срочно готовить вот просто срочно бросайте все бегите магазин за продуктами и к плите это обалдеть и так сегодня я готовлю вам крокеты в основе которых лежит очень густой бежамель очень густой сразу с тремя добавками ну после три три разновидности этих самых крокет здесь у меня грибы молоко сливки рыба тыска в данном случае куриные бедрышки сладкий перец это сладкий масло мука лук и чеснок начну с нарезки лука еще кстати понадобится оливковое масло экстра вёжен самое ароматное выбираете она не для повышения жирноты а для запаха все что касается наполнитель для крокет целиком полный вопрос вашей фантазии основа как я сказал уже густой бешамель я для всех трех сегодняшних вариантов хочу использовать в качестве добавок этой основе обжаренный лук чеснок и сладкий перец конечно совершенно необязательные добавки но как мне кажется они очень хороши основная идея наполнителей добавок вернее так когда вы будете вносить свои изменения в этот рецепт то держите в голове следующий момент эти добавки должны быть по консистенции как сказать мягкими скользкими что ли но как обжаренный кусочек лука как обжаренный кусочек сладкого перца если они будут грубыми то это очень сильно консистенцию содержимого крокета испортит то есть оно не должно так сказать вызывать ощущение что там что-то хрустит нет содержимое крокет должно быть нежное мягкое классное короче увидите все вот поэтому я и режу все мелко вот крокеты которые пробовал в разных местах там тебе не не понравились категорически имели как раз довольно таки грубые включения в составе вот это вот вот это свои начинки можно приступать к обжарке если бы я делал только один вариант крокет то понадобилась бы одна сковорода у меня три поэтому использую две при приготовлении бешамеля муку обжаривают с маслом но я начну с обжарки овощей масло обязательно сливочное ну и чуть-чуть для запаха оливковый экстра вёрджин да согласен в классическом бешамеле экстра вёрджин совершенно не к месту но я-то готовлю испанские закуски а испанцы и оливковое масло абсолютно неразделимы они его столько едят что уже к сорока годам в живых вместо крови масло течет ну у некоторых еще слегка веном разбавлено обжаривать все это нужно на среднем огне до тех пор пока овощи не станут совсем мягкие а я займусь грибами кстати еще один момент не надо увлекаться увеличением доли наполнителей бешамельном соусе вкусом конечно добавите но зато неизбежно потеряете в качестве консистенции поэтому не добавляйте больше 350 граммов грибов там рыбы или птицы на каждые 100 граммов муки грибы сразу отправлю обжариваться на самую широкую сковородку если у вас заначки есть баночка с жареным грибами смело их используйте их нам будет конечно только разогреть жарить не надо теперь с треской можно брать замороженную можно брать не треску ахека можно тунца если вам не жалко свежего тунца на это дело пускать следите чтобы косточек не было нарезаю довольно мелкими кусочками вот речную рыбу я бы наверное не стал использовать в крокетах впрочем прежде чем делать такие категорические выводы надо наверно сначала попробовать может быть я изменю свое мнение куриное бедрышко надо отделить от косточки и тоже нарезать мелко чаще всего я встречал крокеты с коренной грудкой но на мой вкус консистенция коренной грудки в нежном соусе все портит а вот красное мясо с ножек будет великолепно кусочки надо делать маленькие маленькие быстрее приготовиться что тут с овощами прекрасно с ними все да и грибы неплохо выглядят можно добавлять муку сюда и сюда и теперь ее надо немного разжарить помешиваю при обжарке появится а затем усилится запах орехов ну и цвет тоже от светлого начнет меняться к кремовому обжаривайте ровно до того момента пока не получите тот аромат что вам хочется тот предпочитает помягче а кому-то подавай по насыщеннее я наверно становлюсь вот на таком цвете и и пора добавлять молоко и сливки соотношение на литр молока 100 миллилитров сливок берите самые жирные чем жирнее тем вкуснее будет и очень важный момент не вливайте в сковороду сразу все молоко что у вас есть добавили немного перемешали до однородности еще добавили еще перемешали вот тогда консистенция бешамеля будет отличной вот так будет хорошо смотрите выглядит жидковато конечно но на самом деле когда масса остынет она загустеет конечно стекать с ложки как кефир ничего не должно но и горкой в горячем состоянии в ложке масса не должна держаться нет конечно вы можете добавить чуть-чуть меньше молока или добавить чуть чуть больше муки и тогда формовать крокеты будет значительно проще но тогда вы неизбежно получите не такие нежные как хотелось бы давайте-ка сразу посолю в обе порции перца положу сюда и сюда и мускатного ореха мускатный орех для бешамеля просто обязательно на мой вкус и еще немного вот так масса для грибных крокет готова пусть еще постоит немножко на огне погреется на слабом огне а вот эту надо разделить на две части вот так мне же надо ввести в одну часть рыбу в другую курятину сюда и перемешать и продолжаю прогревать курица нарезана очень мелко ей хватит буквально 5-7 минут перегревать не стоит потеряете во вкусе в эту сковороду отправляется рыба и тоже перемешать тоже минут 5 ей хватит с запасом главное помешивать кстати я не сказал удобнее всего готовить массу для крокетов на сковородах с антипригарным покрытием и с силиконовой лопаткой размешивать про грибную не забывайте смотрите отличная густота пора выключать ну и остальная смесь тоже готова вот вам рыбная а вот куриная все нагрев выключил сейчас она при комнатной температуре остынет после чего я переложу в более удобную посуду и отправлю в холодильник в холодильнике и надо выстояться минимум 6 часов у меня она будет стоять до завтра я кстати как-то такую массу хранил двое суток и ничего ей не сделалось столько лучше стало ну ладно у меня перерыв а для тех кто ролики не только смотрит но и готовит по ним основные этапы готовки и 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 снова всем привет настало время полакомиться но трескают кракеты чаще всего солиоли это такой чесночный испанский майонез я вам уже расцать показывал вот вот здесь вот щелкайте да посмотрите если вдруг пропустили поэтому здесь все факультативно растительное масло яйцо чеснок соль блендер один вжух ну еще немного лимонный сок опять вжух все лёля готов очень быстро и очень вкусно вот моя застывшая масса готовится кракеты во фритюре поэтому надо налить рафинированного масла греть буду примерно до 165-170 градусов панируем их сначала в муке затем в сухарной крошке естественно надо приготовить разболтанные яйца плотная панировка очень важна для кракетов при нагревании бешамель моментально становится текучим и если панировка не плотная то он весь вытечет в скаленное масло ну можно приступать ложкой отделю порцайку массы в муку ее тогда яйцо лучше обволакивает массу теперь в яйцо и сухарную крошку смотрите какая штучка получилась можно дополнительно придать такую более аккуратную форму и пусть лежит можно даже еще раз в яйцо пустить а потом опять сухарную крошку тогда будет больше контраст между нежным содержимым и сухарной корочкой попробуйте и сами определите какой вариант вам больше по душе с двойной сухарной панировкой или с одинарной а теперь тепловая обработка и слушайте слушайте что происходит в кастрюле если масло вдруг начинает громко кипеть и шипеть это значит крокеты лопаются и бешамель идет наружу надо срочно вытаскивать и как только подрумянились надо сразу же доставать готовые крокеты кладу на тарелку укрытую бумажной салфеткой чтобы она впитала лишнее масло и еще не готовьте вы сразу на полк остывшие крокеты и в половину не так вкусные как горячие ну хотя бы теплые они же очень быстро обжариваются так что лучше массу в холодильнике хранить давайте пробовать и показывать содержимое этих крокетов бунивелосов так смотрите это с двойной сухарной панировкой рыбные мои самые любимые так ну я же говорю что нужно солиоли да давайте солиоли пробовать вот чесночный просто сказка нет конечно с двойной панировкой гораздо проще с ними обращаться но мне больше нравится когда одинарная сухарная панировка то есть сначала мука яйцо и один слой сухарной панировки так больше более классное сочетание такая нежнятина извините так следующий выложил с самого начала еще дно было достаточно горячим видите пятно это брак это грибная смотрите сколько грибов куча может было бы и поменьше ну и сразу наверное с олеоли так ну нет чесночная олеоли на мой вкус сюда не подходит ну вы же знаете что такое по вкусу классный жульен грибной вот это классный грибной жульен ароматнейший в такой вот классной корочке в подаче просто супер поэтому всякие соусы типа олеоли майонеза прочего сюда не нужно ну это классно я не знаю сколько бы раз славные дружи сказал бы во время пробы таких штук нежнейшее это нежнейшее ну и давайте куриный содержимое смотрите подостыл и уже не так сильно тянется видите потому что очень много времени занимает это перестановка камер самый нейтральный по вкусу это тоже жульен только куриный я бы добавил наверное немного больше перца для него немножко остроты добавил какой-нибудь яркости не знаю чего еще надо подумать но это классно ладно все остальное буду есть за кадром спасибо вам за активность на канале за лайки и дизлайки отдельные спасибо за репосты спасибо самури за предоставленные ножи спасибо мистеру лису за неоценимую помощь и вклад в канал он меня незримо поддерживал обязательно готовьте эту штуку в первую очередь с рыбой в первую очередь с рыбой это просто супер нежнейшее сочетание тонкая легкий аромат рыбы бешамеля в одинарной сухарной панировке вы будете без ума ну и не забывайте что это очень калорийное блюдо жирное поэтому есть его лучше с утра завлаговременно с вечера приготовьте тесто а с утра несколько крокеток на завтрак и нормально спасибо за компанию всем пока пока